Привет дорогие друзья, снова с вами Замерус. Вчера вечером улитки запустили деф-сервер с будущим патчем 1.77. Для тех, кто не в курсе, деф-сервер это некий аналог нашего Battlefield CTE, то есть тестовый клиент, где проверяют будущие патчи. На моей памяти патч 1.77, наверное, станет самым масштабным обновлением War Thunder, так как помимо современных танков нас ожидает новая графика, новые звуки, куча мелких вещей, которые сделают механику более интересной. И тот же РБ, допустим, местами легче, как маркер упреждения на зенитках с радаром. Или иная механика пожаробоевой укладки. В общем, там на самом деле мелких изменений настолько много, что я их даже перечислить не могу. Но чего радует, что картинка стала более приятной, эффекты стали гораздо красочнее, чем были раньше. А звук? Ну, улитки его сделали просто невероятным. Когда я в первый раз услышал звук падающих гильц или звук попадания по тебе в прицельном режиме, я пережил акустический шок. Потому что раньше звуки в прицельном режиме были по факту никакими. Они были, ну, просто звуки. А сейчас они настолько объемные, настолько интересные, настолько... Ну, я не знаю. Аудиооргазм пережил, в общем. То есть, молодцы. Я вот такого классного звука, ну, нигде не видел, наверное, кроме Battlefield Bad Company 1 или Battlefield 1. Ну, а теперь о танках. И если честно, я мечтал об этом, чтобы добавили Abrams, Leopard 2, Challenger. Еще бы добавить Type 98, 99, какой-нибудь Sprut SD, M11-28 Striker, каких-нибудь лавок там, Брэдли, Бахчи, чтобы уж точно, знаете, весь сок батлы перешел в тундру. Понимаете, я был в восторге от ивента на 1 апреля прошлого года. И тут теперь улитки официально, посерьезки, добавляют современную технику. Если бы мне в 2014 году сказали, что в тундре будет Abrams, я бы поражал. Вот серьезно. По тестовому клиенту я, к сожалению, попробовал только Leopard 2 и Abrams. Бриты у меня не вкачаны, а ветка советских тяжелых танков, ну, заброшена на ИСе 2. Потому что я пошел по другим веткам, мне больше нравятся другие виды техники. Играл я на Аркаде, так как в 5 утра найти на РБ очень сложно. Отыграл я один раунд на фульбе Abrams против одного Т-64Б, который меня разложил с трех выстрелов в башню, в упор. Это было жесткое противостояние. Abrams, кстати, крайне классный танк, если вы, конечно, не встречаете Т-64Б. Плюс это относительно неплохое бронирование, у него просто комбинированная броня облеплена по всему периметру башни. Это круто. Очень хорошо защищена морда относительно. Но против Т-64Б с его дикими подкалиберами вам будет тяжко. Классная динамика, все же 2200 влосей чувствуется. И даже на РБ Abrams разгоняется до 40-45 км в час просто изи. Лично для меня у танка только один минус. Это стоимость подкалибера с урановым сердечником М774. Ну, стоит 1600 львов. Это почти в три раза дороже, чем подкалибер того Т-64Б. Вас шьет на раз. А у Abrams этот урановый сердечник самый пробивной снаряд. Леопард второй. Танк Хохма. Так как он очень классный, он очень динамичный, он быстро разгоняется, быстро едет. С неплохим дефолтным кумулем на 650 мм пробития. Но в отличие от всех новых танков, у него нет брони. Челленджер. Лучшая многослойка против Т-64Б. Т-64Б. Борис, хрен попадешь. Abrams, куда ни плюнь, везде многослойный пирог. Леопард второй. Я танкую механик в одни. Но в целом он, кстати, очень сильно напоминает позднюю модификацию Леопарда 2, А5, которую мы наблюдали на прошлое 1 апреля. Очень похоже играется этот танчик. Но в отличие от А5, старый Леус лап наперед. Т-64Б. Это самый опасный танк в тундре на данный момент. Низкий силуэт с декораторами, его вообще не найти. И крепкий лоб, который спокойно держит удар любого натовского подкалибера. Но главный плюс Т-64Б. Это его подкалиберы. Стандартный у нас на 440 мм пробития. И скорость 1750 метров в секунду. Это гауссовая пушка. Второй подкалибер у нас на 475 мм. При такой же скорости. Я даже не знаю, как это комментировать. Такой снаряд, как нож в масло, влетает в Abrams. Чтобы как-то хорошо держать удар, вам нужно качать британский челленджер. Его броня по цифрам точно, ну, сдержит этого советского монстра. В целом, я уже не могу дождаться столь крутой техники в полном релизе тундры. Как-никак, аж три новых танка из моего любимого Battlefield 2. Когда выйдет новый патч, я не знаю. Ночью уже совсем скоро будем катать, как в Battlefield 2, Euroforce, на Челленджере, Лёвике, на Абрамсе. Не хватает только Т-90. Улитки, добавьте Т-90 побыстрее, пожалуйста. Ну, а если кто-то из вас попробовал новые танки, то опишите ваши впечатления в комментариях под этим видео. Ну, думаю, на этом всё. Увидимся на поле боя. Пока.